Вернуть свои гроши за отпочинок Кристина спробую уже не первый месяц, по коль без Вынякова. Каждый летом с мужем плановала у першиню взлетать на самолете на отпочинок в Анталию. Сумнений в турагинстве Fox Travel не было. У червяне туда зверталась свякров Кристины и засталась задоволенная послугами. Выбрали с мужем путевки, заключили договор, унесли передоплату, а 20 липеня оплатили всю сумму. Собрали сумки, взяли отпочинок на праце и чекали вылету с украинского ровно. Якие были намечены на 16-е дневни. Нам сказали 13 августа приехать за билетами. Мы приехали вот сюда же на офис и сказали, билетов нет, будут завтра. На следующий день нам утром позвонили, сказали, что вы никуда не едете. Директор турфирмы Наталья Растлумачила, во всем виноватый украинский туроператор, який небыто обмянив вылет из ровно. Узамен попросила молодую пару крыху почекать и пообязала подобрать им инший вариант отпочинку. Али Кристина с мужем чекать не стали, и как дарма не гублять отпочинок, поехали на машине у Одессу. Вернувшися, спробовали отрымать свои гроши назад. Али зарабить это оказалось не так-то просто. Наталья кормила обьяцанками, писала расписки, а не в забаве пера стала отказывать на звонки и поведомления. Подобная история и у Катерыны. Успоминая, хотелось об раме у кострышнику отпочить у Турции. В контакте знайшли молодую, а ли поспевшую ярко засветиться у соседках туристичную фирму. Замовили тур. Выбор пал на недорогие, да и ши с тазнишкой 5% отпочинок с вылетом из Львова. За месяц до вылету кошт четырех туров оплатили целиком, белорусскими рублями в эквиваленте 1645 долларов. Склали домово, у турфирмы выдали шеки и Наталья поведомила, что трансфер будет пятого кострышника. Счастливая Катерына и Еси Абры поишли сбираться на отпочинок. Четвертое число, я ей набираю опять с самого утра, трубку никто не поднял. Потом она мне сразу перезвонила. Я говорю, Наталья, у нас сегодня трансфер, завтра вылет. Я говорю, ни одного, ни второго нет. Подождите 2-3 часа и я все уложу. И на этом все закончилось. Стало ясно, отпочинок отменяется. Час распаковывать сумки. В вечере того же дня компания написала заяву в милицию. А не в забаве стало ведомо. Таких подманутых, как Кристина и Катерына, уже 7 человек. С Высокого, Пружан и Бреста. В сумме фирма повинна своим туристам уже больше за 10 тысяч долларов. Зараз правоохранительные органы проводят проверку. Если сотрудники фирмы в ходе проведения проверки признают факт получения денег, то, соответственно, скорее всего, правоохранительные органы уголовного дела возбуждать не станут. Разъяснят вам, что между вами гражданско-правовые отношения. И порекомендуют вам обращаться в суд. Тогда надо будет написать письменную претензию в эту фирму. Если реакции и на письменную претензию не будет, составлять иск в суд. У выпадку, когда турфирма не признает факт отримания грошей, то это, на думку адвоката, может стать подставой для криминальной справы по артикуле махлярства. Ты же, кто только планует свой отпочинок за мяжей, ее нравится быть уважливым. Первое, проверить турфирму. Не гнаться за знижками и быть пильными. Тогда и не придется по три года шекать свои гроши назад. Олег Завадский, Роман Фелютиш, Тегра Накопян, Телерэду, компания Брест.